и вновь вы у меня в гостях друзья добро пожаловать в армению сегодня у меня на кухне будем делать вот такие вот пончики вы только смотрите какие они шикарные это не берлинские пончики хотя общее сходство есть но технология отличается и общие принципы тоже лишь внешне они немножко похожи как все делается я вам покажу кстати руками будем работать очень мало в основном свою работу будет делать ручной миксер поехали для начала конечно ставим опару так как в тесте много столб и много жиров а в опале очень удобные условия для того чтобы дрожжи размножались и потом уже этим дрожжам будет намного проще преодолеть все трудности жиров и всей остальной стопы для опары 120 миллилитров теплой воды перемешиваем со столовой ложкой дрожжей и добавляем столовую ложку сахара просеиваем также 3 столовые ложки муки накрываем тару желательно не герметично и оставляем до хорошего подъема это займет около 20 минут зависит от температуры в помещении когда опара у нас уже почти готова делаем следующее тару для теста вливаем 80 миллилитров горячего молока и в это горячее молоко быстро просеиваем 2 столовые ложки муки все пока перемешивали масса немножко остыла можно сюда добавить подошедшую опару добавляем сюда 2 яйца комнатной температуры и вообще все ингредиенты тут как минимум комнатной температуры добавляем столовую ложку сметаны и столовую ложку растительного масла добавляем также 80 грамм сахара вместе с мукой просеиваем также чайную ложку соли сейчас поработаем миксером будем использовать вот такие насадки специально для теста я взбивала чуть больше 4 минут после того как хорошо взбили тесто в несколько этапов добавляем 70 грамм сливочного масла масло у меня комнатной температуры мягкая мощность моего миксера 750 ватт если он у вас более слабый тогда можете муки на эту часть добавить чуть меньше скажем на пол стакана меньше оставшиеся пол стакана добавим позже если при взбивании заметили что тесто наматывается на венчики поднимается так совершенно неудобно работать просто поменяйте венчики местами и сможете спокойно взбивать вот посмотрите сейчас венчики в правильном положении тесто не будет подниматься а теперь поменяю их местами вы готовы вот что значит правильное положение венчиков как только все масло смешалось взбиваем еще где-то минуточку и все нам осталось лишь добавить оставшуюся муку и замесить тесто а сколько пойдет муки я все взвесила скажу вам в конце и запишу под видео с подробным рецептом как всегда я буду работать на столе мне так привычнее вы делайте как удобно вам если вдруг будет необходимо можете немножко припылять стол мукой для своего удобства но смотрите не переборщите с этим только уже вымешивать не нужно как только все собралось в однородный комочек останавливаем это действие у нас тесто слегка липкая друзья так и должно быть после того как расстоится уже перестанет прилипать к пальцам отправляем тесто в тару и оставляем на расстойку в теплое место прошел час плюс 45 минут друзья тесто у нас хорошенько поднялось почти вдвое делю тесто на колобочки весом 50 55 грамм желательно колобочки делать вот таким вот образом края собираем к центру вот так как показываю ермажь что в второе и все и и и и и и Даем тесту отдохнуть где-то на 15 минут. За это время расслабиться и возможно будет делать окончательную формовку. Я буду их по отдельности выкладывать на пергаментную бумагу. Так потом намного проще их перекладывать в масло для жарки. Но этот момент можно пропустить. Просто таким образом тесто совершенно не деформируется при транспортировке. Снова собираю края к центру. Вы только взгляните какое у нас тесто. Прямо как пластилин. Одно удовольствие работать с таким тестом. Все, накрываем их чем-нибудь легким, чтобы они легко и непринужденно поднимались. И оставляем так на последнюю расстойку. На это уйдет достаточно много времени, друзья. Где-то в среднем 40 минут. Может быть чуть больше, чуть меньше. Все это зависит от температуры в помещении. Я вам покажу, что в итоге должно получиться. Через 15-20 минут вот так открываем и слегка, сильно не давим на тесто, вот так приплющиваем их. Так в результате форма получается намного лучше. Но, конечно, это делать не обязательно. Прошел уже час. Вот посмотрите, как они хорошо поднялись. Как проверяем, готово ли тесто к жарке. Вот так пальцем проверяем, друзья. Если чувствуем, что тесто пока еще довольно упругое, как было в начальных стадиях. Может быть, немножко меньше, но пока еще довольно упругое. Это значит, пока еще не время. Нужно оставлять еще. Такая упругость означает, что клейковинный каркас пока еще слишком сильно напряжен. И такое тесто не может получиться легким и воздушным. В моем же случае тесто уже довольно мягенькое. Вот видите. Все, пора жарить. Если оставить еще, тесто может перестоять. Из-за этого пончики получатся плоскими. Итак, берем удобную тару и ставим на огонь. Немножко разогреваем, потом добавляем масло. Масло не жарейте, друзья, чтобы пончики в нем свободно плавали. Как проверяем готовность масла. Опускаем туда деревянную шпажку или можно лопатку. И если увидите, вокруг собираются маленькие-маленькие пузырьки, это значит, что масло уже готово к жарке. Вот видите, уже достаточно нагрелось. Приступаем. Вот так, смотрите, масло не должно шипеть, когда у нас тесто появляется. А в нем, потому что температура там не очень высокая. Огонь тоже не очень высокий. Это означает, что температура нормальная и они успеют пропечься. Там, где появляются небольшие пузыри, можно проткнуть зубочисткой, чтобы пончики не деформировались. Но это, конечно, по желанию. Вот эта белая полоска, друзья, появляется от того, что тесто у нас очень хорошо подошло. Поэтому оно с обеих сторон полностью не погружается. И некоторая часть посередине, с каждой стороны, все равно не находится в масле во время жарки. Ну и, конечно же, если температура масла нормальная, эта часть тоже пропекается. Просто снаружи, так как не находится в масле, остается белой. Если хотите, чтобы не было вот этой белой полоски, можете вот так во время жарки поливать сверху. Пончики у нас с каждой стороны пекутся около 4 минут. Но это в среднем. Пекутся в масле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавила 100 граммов шоколада. Рецепт нежнейшего заварного крема тоже есть у меня на канале. Он делается на желтках и получается очень вкусным.